Книга «Открытым оком», 23 том. Вопрос 3541, тема покаяния. «Монашество названо образом покаяния. Так ли это? И что тогда есть действительный образ покаяния, чтобы тому подражать?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Во всей Библии только один раз встречается это словосочетание. Сирахова 45, 15. «Енох угодил Господу и был взят на небо. Образ покаяния для всех родов». Если бы про Еноха было написано пусть не 12 книг, как о житиях святых, а хотя бы одна страница, тогда бы этим путем все устремились, даже если этот путь ведет монастырь. Бытие 5, 22-24. «И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусала, 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Иуды 1, 14-15. «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Евреям 11, 5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Вот все, что можно смело брать за основу образа покаяния Еноха. «Ходил перед Богом, угодил Богу, пророчествовал». «Это заслуга Еноха. А то, что он жил долго, что переселен к Богу, не видя смерти, это милость Божия, и за это Еноху награды нет. Собственно, смерти он не избежит. Как полагают, что сие два пророка, которые будут обличать и карать непокорных при Антихристе, это Илья и Енох, и они оба будут убиты». Откровение 11, 7. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их. Они прожили тысячи лет неизвестно где, как и в каком теле, но жили в сознании, что им предлежит выпить смертную чашу в конце времени. Образ покаяния в том, чтобы всегда быть пред лицом Божьим, как бы в присутствии вездесущего. И ни о каких делах Еноха мы не читаем в Библии, но только известно, что апостолу Иуде была известна некая книга, достойная доверия, ибо он на нее ссылается. В этой книге Еноха было нечто еще сказано про Еноха. Но даже в этой своей одной фразе апостол Иуда приоткрыл нам о деятельности Еноха нечто вовсе уж несообразное с практикой монашества. Енох обличал нечестивых, а не прятался от них. Монашество есть протест, глухой и безмолвный, против обмерщения церкви в IV веке. На том стоит и официальное толкование возникновения монашества при Павле Фивейском и Антонии Великом. Зная образ покаяния, легко к нему звать и других. Пятьдесят раз в Библии говорится о покаянии, но образом покаяния назван только Енох. Почему? Разве Иоанн Креститель не есть наибольший образ и образец покаяния? И не тот же ли он делал, что и Енох? И не назван он наибольшим из пророков и из рожденных женами? Лука 7, 26-28. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием больше его. Судя по указанному здесь, монашество есть антиобраз покаяния. Ибо не пошло на благовестие в мир, не обличало так, как Енох и Иоанн. А отдельные личности в монашестве, которые вышли на эту тропу, были гонимы в самом монашестве и не делали погоды на мертвом озере затворничества и молчальничества. И настоящего покаяния в этом грехе, молчания и тишины они не принесли до сего дня. А значит, и по отношению к прочим они не принесли могущей быть от них пользы. Плодов покаяния народ сотворить не мог, а принес плевелы гнева, разгромил монастыри и пустил на распыл, накопленное за тысячи лет. Деяние 20.21 Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа, Римлянам 2.4 «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?» Если все возвышенные эпитеты, которые монахи к себе прислонили, сверять по Библии, то не осталось бы ни одного, а только сухое горбатое дерево на вершине горы, «А вернее, в пропасти темной, как видел видение Пахомий Великий» 1 Петра 4.11 «Говорит ли кто?» «Говори, как слова Божии». Приятель своего приятеля просил, что бочкою его дни на три он ссудил. «Услуга в дружбе вещь святая, вот если б дело шло о деньгах, речиная, тут дружба в сторону, и можно б отказать, а бочки для чего не дать?» «Как возвратилась она, тогда опять возить в ней стали воду, и все бы хорошо, дохода только в том, та бочка для вина обрана откупщиком, и настоялась так. В два дни она вином, что винный дух пошел от ней во всем. Квас, пиво ли сварят, ну даже и в съестном. Хозяин бился с ней близ году, то выпарит, то ей проветриться дает, но чем-то бочку не нальет, а винный дух все вон не идет. И с бочкой, наконец, он принужден расстаться. Старайтесь не забыть отцы в и басни сей. Учением вредным с юных дней нам стоит раз лишь напитаться, а там во всех твоих поступках и делах каков-нибудь ты на словах, а все им будешь отзываться». Крылов, 1814-1815 год. Субтитры создавал DimaTorzok